Русские новости Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в сеть Ну то, что это вранье, нет никаких сомнений Кадыров убийца, негодяй, враг русского народа, враг российской государственности Всякому здравому человеку это понятно И что фразу про убийство русских он говорил, в этом нет никаких сомнений А чего это он вдруг сейчас очнулся? Ну, видимо, ему в Кремле там посоветовали всеобщая ненависть русских людей к чеченским бандитам Естественным образом распространяется на Рамзана Кадырова Который воплощает в своем образе все детали вот этого бандитского поведения Всего этого бандитского прикида История еще с скандалом, который устроили вот эти кадыровские выкормыши С нападками на Федора Емельяненко по поводу того безобразия, которое устроили в Чечне На этом Ахмат-шоу безобразном, совершенно мерзостном зрелище Где детей на публике заставили избивать друг друга до нанесения серьезных травм В данном случае речь шла о быстром нокауте Потому что выступали вот эти детеныши Кадырова Я думаю, что в них воспитывается зверство, как и вообще во всей чеченской молодежи Очень основательно и систематично Они воспитываются в ненависти В Кремле не могут этого не понимать Они воспитывают эскадроны смерти Таковы уже созданы в виде национальной гвардии Несомненно, что она будет насыщена именно чеченцами Там будут раздавать разные звания, должности, награды и так далее За что? За то, чтобы они уничтожали наш народ Нет сомнений, что эта структура создана именно с этой целью С целью уничтожения, прежде всего, русского большинства в России Для этого и нужны вот эти вот звереныши Которых с детских лет воспитывают Так, чтобы они готовы были сверстников своих Ну просто загрызть, изничтожить и сбить до полусмерти И потом, взрослее, они превращаются в таких же, но только взрослых зверюк То, что нам это совершенно неприемлемо Что это не гражданское воспитание, совершенно ясно Но от нас ведь будут отделываться только такими общими фразами О том, что у нас там в образовании все в порядке Что мы воспитываем гражданина, что все мы патриоты Это вранье Патриотов в Российской Федерации не воспитывают вообще Патриотов у Российской Федерации нет Есть патриоты начальства У России есть патриоты Немного, правда, осталось совсем уже немного И становится все меньше А граждане Российской Федерации Заведомо патриотами, конечно, не являются Ну уж, конечно, Рамзан Кадыров, ну какой-то патриот России Никакой Россия ему абсолютно не нужна Ну разве что как дойная корова А в этом виде как раз Российская Федерация Которую устроил Путин Очень даже ему нужна Вот бандитам очень удобно Именно такое состояние гражданского самосознания Когда патриотизма не существует Когда идеология освобождения от всяких внешних зависимостей И всякой внутренней преступности В том числе олигархической Абсолютно для этого режима чужда Поэтому Кадырову, конечно, вот Аллах Владимирович наравне с Богом Ну за место царя Для нас, конечно, это не царь Просто проходимец, самозванец Вот убийц, конечно, надо призывать к ответу И нет сомнений, что Кадыров и все его окружение Повязано на чудовищных преступлениях Против своего народа тоже Ну и против русских военнослужащих Против русских людей полностью изгнанных из Чечни За геноцид вы ответите За геноцид вы ответите Еще раз повторяю Это произойдет рано или поздно Нашими усилиями или усилиями других людей Но вы ответите Второй факт В октябре 2016 года Россия совершила Одну из самых крупных сделок в мире Закупив 1,4 миллиона унций золота Получается, что это примерно 48 тонн Практически беспрецедентная покупка в мировой практике В общем, мировая добыча золота примерно 3200 тонн Мы взяли 48 тонн Ну тут я прочитал, еще удивился Известный экономист, доктор экономических наук Написал вместо 48 тонн 48 тысяч тонн Я представил себе Сколько это Наглядно Сколько это золота должно быть 48 тысяч тонн Ну если считать, что Вагон золота Примерно вагон золота Ну это там, скажем, около 50 тонн Ну конечно, дикий экономист С фальшивым дипломом доктора экономических наук Он может ошибиться, но в тысячу раз Это пустячок Но 48 тонн это тоже очень много Это тоже очень много То есть это почти вагон золота Вагон золота Можно себе представить Что вот таким образом В структуре золотовалютных запасов Это конечно немного Но скажите Неужели вы думаете Что где-то Россия Закупила вагон золота Перевезла через свои границы И положила в свои хранилища Да нет, этого не было Причем в условиях Хозяйственной катастрофы В которой мы живем Ну я не говорю Там вот вчера посмотрел Там Добров в эфире Ну вроде такой был приличный журналист Стал нести такую ахинею Что после ареста Улюкаева У нас произошло оживление в экономике Ну это вот просто так Вот на голубом глазу утверждается На самом деле происходит Хозяйственная разруха Вы смотрите Налог на так называемых тунеядцев То есть налог на безработных Якобы Налог на роскошь отложили Будем обсуждать там где-нибудь в 2018 году Скорее всего после выборов президента А может быть и вообще не будем обсуждать В 10 раз подняли оплату за собственность За наши квартирки За наши там 6-10 соток Наши дачные участки Подняли ЖКХ На 7% в Москве В других территориях поменьше Но уже это не подъемно Уже не подъемно В Москве уже Двухкомнатная квартирка Там где живет одна семья Требует там 5-6 тысяч Платить за нее Плюс еще 3 тысячи Минимум вот 3 тысячи Там 2-3 тысячи За собственность Плюс еще если у вас дачка есть Еще Ну вот конкретно у меня За прошлый там 14-й год Не пришла платежка Мы выяснили сколько 12 тысяч нам придется заплатить То есть безумство Абсолютное безумство Грабеж просто уже вот в открытую идет Вот это Государственная Дума Никого не представляющая Никем и не избранная Штампует вот такие законы Я не говорю уже о других Массе других законов Ну вот просто прямое изъятие денег Из ваших карманов Если вы пролетели вот в условиях кризиса Там валютная ипотека Или просто ипотека Вы потеряли работу У вас банк изымает деньги Если они у вас каким-то образом На счету образовались Без суда Просто берет и забирает А если у вас нет денег Чтобы оплатить Жилищно-коммунальные услуги То за долги вас могут просто Выкинуть на улицу Даже при единственном жилье Если у вас другого жилья нет Я понимаю, что может какая-то вот ситуация такая Быть и какой-то недобросовестный собственник Его не выставляет А просто у него списывают Переводят в муниципальную собственность И за долги у него как бы отнимают Но не выгоняют на улицу Заставляют его просто платить Из вот той суммы Которая будет получена От деприватизации этой квартиры Будут оплачивать его долги Это я еще понимаю Ну вот на улицу выгнать Вот этот закон Позволяющий Из единственного жилья Выбросить людей на улицу Ну что это такое Ведь происходит еще И у вас денег мало Так вместо того, чтобы помочь Семья там Многодетная семья Начинают детей отнимать Вы не можете обеспечить детей Мы их у вас заберем Ну вы помогите семье Вы помогите, чтобы все-таки Дети жили в нормальном состоянии Нет, начинают считать игрушки Мало игрушек в доме Все, забираем детей Ну что за бред В каком бреду мы живем Разве можно терпеть этот режим Я считаю, что терпеть этот режим невозможно 17 год будет годом катастрофы Для огромного количества людей Сейчас уже 20 миллионов людей Ну представьте себе 20 миллионов людей Живут уже на грани жизни и смерти За пределами нищеты Они уже не могут Физически не могут платить за ЖКХ Им нечем платить За лечение своих детей За свое собственное лечение Нечем платить за образование Все, уже все платное За все надо платить И даже за школу надо платить Тут в Москве даже В элитном районе Родители взбунтовались Как по 120 тысяч С каждого ученика Вы что, очумели что ли? Взбунтовались Ну естественно Что такое 120 тысяч? Это тоже какое-то безумство Вот этих рвачей Которые превратили образование В какие-то коммерческие услуги И пользуясь монополизмом Естественно Задирают там платы Всякие праведные Неправедные деньги Слово услуга Там повелели Новый министр образования Правильно было сделано Повелели убрать Из всех документов Но в законе Это все осталось Это все услуги Услуги предоставляются за деньги Медицина вся платная Не хотите лечиться Вы можете бесплатную услугу получить Но вас лечить не будут А если захотите лечиться То вас скорее всего Тоже не будут лечить Но деньги заберут Вот в таком состоянии мы живем Нельзя в таком состоянии жить Нельзя Полная бесконтрольность Полное воровство И еще вот эти колоссальные Там премии Зарплаты У каких-то там Сеченых У главы Российской почты И так далее Ну просто мы живем В состоянии абсурда Разве можно Этот политический режим поддерживать Разве может Русский человек Вменяемый Поддерживать Путина Со всей его воровской шайкой Не может А вы поддерживаете Вы поддерживаете Как это можно понять То есть вы превратились Из русских В каких-то русофобов То есть человек Поддерживающий Путина Нынче Он соглашается Со всем этим безобразием Так он хочет смерти Своему собственному народу Тогда он никакой не русский Он вырусь Он выродок Он выродился Из своего собственного рода Ну говорят В семье не без урода Ну что-то как-то много Стало этих уродов Может быть правда Нам рассказывают Что их много А реально их нет Набивают нам Сон золотой Показывают по телевизору Сплошные Путинисты А в жизни Они есть Вокруг меня Ну встречаются Ну очень редко Или может быть Я просто с ними Стараюсь не общаться Ну давайте мы с ними Не общаться Они чужие Для нас абсолютно люди Они хотят смерти Нашему народу Давайте мы понимаем Что олигархи Это враги нашего отечества Понимаем А Путин кто он такой Ставленник олигархов Так вы за Путина Значит за олигархию Значит за смерть Нашего народа Ну давайте как-то Логически строить Свою собственную позицию Не может быть русский человек Сторонником этого режима Немножко статистики Среди 1% Богатейших людей мира Среди 1% Богатейших людей мира 105 тысяч Граждан России Ну живут они Преимущественно Я думаю Не в России А и дети Их живут Не в России Относятся они Вот к этому слою Который Здесь Ну просто Эксплуатирует Жесточайшим образом Нашу страну Наши природные ресурсы Захватил здесь Власть и собственность У нас отнял И живет Преимущественно За рубежом Это 105 тысяч человек Ну собственно Вот те Кто должны Лишиться Всего своего состояния И гражданства Я думаю тоже Среди 10% Богатейших людей мира В России Живет Миллион человек Но это Могут быть И вполне Владельцы Трудового капитала Заработанного Там скажем На каких-то Технологиях На организации Производства 1 миллион То есть 1 миллион Живет очень неплохо Среди 10% Богатейших людей мира Но надо отметить Что в мире Огромное количество Нищих И поэтому Вот эти Богатейшие люди Не такие уж Они и богатые А вот 89% Благосостояния России Захвачено 10% Богатейших Людей Страны То есть 10% Принадлежит Почти 90% Состояния Благосостояния России Это нормальная Ситуация Абсолютно Ненормальная Вот эти 10% Являются Нашими Политическими Противниками Потому что Им же Очень хорошо Здесь живется 90% Богатства Они Ими владеют А мы чем владеем Мы практически Не владеем Ничем Ну за нами Там записаны Квартирки Вот эти Участочки И так далее Но реально Мы не владеем Потому что Мы можем Лишены Можем быть Лишены Собственности В любой момент В любой момент Когда захочется Этому режиму И собственно Режим уже приступил К этому К ликвидации Например Малого среднего бизнеса Все это захватывается Такими сверхмонополиями Сверхворьем И в России Перестает быть Страной Где Разрешена Частная собственность Она разрешена Только приближенным Вот этого режима Лояльным К этому режиму Негодяям Которые прежде Обогатились За счет воровства Условно Это такие Маленькие Чубайсики Вот чубайсикам Принадлежит Вся собственность России Какой для нас Выход Полностью С всю собственность У них отнять Не у тех Кто Своим трудом Поддерживает Существование Производящей Экономики В России А у тех Кто Паразитирует На этой экономике Речь идет не о социалистической экспроприации А о националистической О национализации О том, чтобы отнять У варья У ворованное И вернуть государству Вернуть собственникам Которые способны Этой собственности Управлять На пользу На благо Всего Нашего народа И это нормальная Нормальная ситуация Когда Частный предприниматель Владеет частным предприятием И производит товары Или производит услуги Но если они производят банковские услуги То это уже под большим подозрением Банковские услуги Все должны быть монополизированы государством Тем более Информационные технологии Позволяют это делать Латифунди Земля Конечно Должны быть все отняты Потому что сейчас Тоже такой вот процесс Они все ринулись В сельское хозяйство И начали Отнимать Наши пяди и крохи Наши земли Для чего До такой технологии Все дошло До такого уровня технологии Что можно имитировать Производство Продовольствия Они будут имитировать С виду Все это будут Такие очень Хорошие на вид Такого рекламного вида Продукты Но на деле Это будет Подделка Это будут Не продукты питания А продукты Которые будут Нас постепенно Умерщвлять Которые не полезны И наука Это уже установила То что Делают эти люди Которые нас Вот сейчас заполнили Магазин Они говорят Они накормили народ Смотрите В магазинах Все есть То что есть Это вообще съедобно Это стоит употреблять Под большим вопросом Под большим вопросом Скорее всего Что Вот все то Что мы видим На прилавках Такое чистенькое Я не знаю Мытая такая морковка И так далее Это продукты Которые принципиально Отличаются От того Что мы Многие поколения Считали продовольствием И считали пригодным в пищу Вот это По виду Только напоминает То что пригодно в пищу На ближайшие муниципальные выборы В Москве Которые запланированы На осень 17-го года Не хватает кандидатов Председатель Мосгордумы Шапошников Вы знаете такого человека Кстати Председатель Мосгордумы Регион Столичный Столицу возглавляет Можно себе представить Никто о нем ничего не знает И так вот Он заявил на днях Что уже сейчас При подготовке К выборам муниципальных депутатов Которые запланированы на осень Столица ощущает Явную нехватку кандидатов Да нам ваша власть вообще не нужна С кандидатами Без кандидатами Мы же знаем Как вы проводите выборы Нечего нам на этих выборах делать Предупреждаю москвичей Будут выборы Будет опять фальсификация Будет опять вранье Не участвуйте Ни кандидатами Ни избирателями Это чужие выборы Для чужой власти Не участвуйте Я думаю Что мы Партия Великая Россия Тоже выступим с декларацией О неучастии в таких выборах Совершенно очевидно Что эти выборы Проводятся Жуликами И всякого рода Проходимцами Которые узурпировали власть Поэтому участвовать в этом Нельзя Мы требуем другой власти И других выборов И тогда мы будем Выдвигать своих кандидатов Сейчас Мы не будем в этом Участвовать в безобразии В Воронеже Разгорелся скандал Вокруг циркуляра Департамента образования Науки и молодежной политики Некто Олег Масолов Разосланы на места По профильным управлениям И отделам В нем предписывается Провести в 17-м году Ряд мероприятий Прероченных в 200-летие Украинского историка Николая Костомарова Русские националисты Называли действия Масолова И его подчиненных Диверсией В пользу Киевской хунты Против русского народа По их мнению Отмечать в русском городе Юбилей Костомарова На государственном уровне То же самое Что в Израиле Адольфа Гитлера И Йозефа Геббельса Но действительно Костомаров Это изобретатель Всего того Русофобского бреда Который сейчас На Украине Широко распространен Это он придумывал Что русские Ну это не совсем славяне Это такие вот Уграфины Конечно там Уграфинства не так много Откуда он это все взял Но просто выдумал И вот Авторитетно Так вот рассказывал О том Что великорусы Это не совсем славяне А вот Украинцы Это настоящие русы Это вот Древний такой Древний такой народ Который Вот там Московиты живут Это Московия Или Московщина Как он называл А здесь вот Настоящая Русь И мы все русы Ну Христо ради Будьте вы кем угодно Только к нам Не лезьте к нам Со своими глупостями И со своим Костомаровым Можете убираться Куда подальше У нас есть своя Собственная историческая наука Мы прекрасно знаем И по другим наукам И по генетике И по антропологии Что жители Украины Это же те же самые великороссы Которые переселялись туда Потому что там Было полное запустение После татаро-монгольского нашествия Все просто Ничего не осталось От Киева Киев стал маленькой деревенькой И обезлижена была Огромная территория А Русь Как Россия Великая Россия Родилась здесь Севернее Вокруг Москвы И потом Массы переселялись На вот эти пустующие территории Еще в 19 веке Если помните Гоголь писал В мертвых душах Что на Херсочину Выводом Чечиков переводил На вывод Покупал крепостных крестьян Чтобы их вывозить В Херсонскую губернию Где предоставлялись Бесплатно предоставлялись Земли Пожалуйста Приезжай Организуй хозяйство Пусто Просто пусто было И там были По побережью Черного моря Русские города А не какие там Не украинские Не малороссийские Русские города Конечно У нас Невежество До такой степени Доходит Что вот Мне тут Стали расписывать Опять снова Про Сталина Кто нас сильнее Ссорит Кроме Сталина Ну Сталин Самый может быть Такой вот Большой раскольник На сегодня В русском движении Опять прославляют Сталина Вот эти Опять красные бредни Про Замечательные Победы Сталина В войне Хотя чудовищная Неэффективность Военного управления Была Про великолепную Индустриализацию Которая Произошла На костях И на разработках Царского периода Что якобы В репрессии Убивали только Врагов Отечества Да ничего подобного От этих врагов Отечества Там может быть Было полпроцента Все остальное Это просто были Вообще невинные Не участвующие Даже в политике Русские люди По доносам Там Изничтожили Столько Ну не только расстреляли А просто сгноили В лагерях Ах в лагерях Было не так много Как пишут либерасты Ну да наверное не так много Но дохли там люди Как мухи Страшно меня огорчают Все эти сталинисты Я даже не знаю Как вот мы В русском национальном фронте У нас Оказывается Сталинисты Здесь они так вот Помалкивают И думают Как бы это вот Нас использовать Чтобы мы Русское движение Как-то вот организовали А они там свой сталинизм Как вирус Распространят Мне кажется Вот такая Неискренность Конечно Разрушает Всякое единство Русский человек Не может быть Ни путинистом Ни сталинистом Вот сталинизм Это самый ужасный Мерзостный вирус Это отказ вообще От всякой морали От всякой моральной Оценки Нашей истории Вот как бы Попрание нашей истории Самое кровавое Циничное Которое только можно Себе представить Это сталинизм И оправдание Сталинизма Это просто Дерусификация Русского движения Я не хочу Со сталинистами Ни о чем дискутировать И общих дел Я с ними не хочу Никаких Это полный аморализм То есть это готовность К любому преступлению Против русских людей К любому Вот что такое сталинизм Абсолютный отказ от морали Абсолютный У людей могут быть Разные взгляды Заблуждения Но если сталинизм Это все Это край Это край падения Это может быть даже хуже Чем либералы Потому что либералов Как-то Может быть жизнь Воспитает их Как-то заставит Макнет физиономии В нужник И они как-то очнутся Но сталинизм Это Ну просто для русского Человека Это вещь неприемлемая Она должна быть изгнана Из русского мировоззрения Но кто не может Вот вцепился Когтями Идите к Зюганову Пожалуйста Идите все сталинисты К Зюганову К каким-то там Подпольным коммунистам Не знаю К национал-большевикам Но при чем здесь Русское национальное движение Ничего общего Со сталинизмом Оно иметь не может И не должно Как с либерализмом С коммунизмом Но это идейный Мы не против людей Мы против идеи В данном случае Но человек Побитый сталинизмом Абсолютно аморален От него можно ожидать Все чего угодно Я лично не желаю Со сталинистами Иметь ничего общего Вообще ничего Рядом сидеть не хочу Просто Даже если у них есть Какие-то подвиги личные Не хочу Вот не хочу Потому что Лично человек Может быть В своем мозгу Как-то преодолеет это Как-то противопоставит Какие-то другие комплексы Своего мировоззрения Но он распространяет Вокруг миазмы аморализма Я поэтому не хочу Вот в этой сфере Быть где идет заражение Сталинизмом Я хочу иметь дело С людьми честными И от которыми Нельзя ждать Какой-то подлянки Которая неизбежна От коммунистов Ну вот всегда Происходит какая-то подлянка В политике Это всегда Как только человек Признается Что он коммунист Значит он готов На все что угодно А сталинизм Это квинтэссенция Коммунизма и большевизма Квинтэссенция Его зерно главное И этому русские люди Должны противостоять На мировоззренческом уровне Не принимать никакого Сталинизма Да можно уговаривать Там кого-то Постоянно С ним дискутировать Приводить примеры Приводить там статистику И так далее Но это же ведь Никого не переубедит Сталинисты разве что Вот вымрут Может быть в следующих поколениях Но переубедить их невозможно Это абсолютные догматики И то что они еще Тайно могут пытаться Войти в какую-то русскую среду И там в какой-то момент Начать распространять Вот этот русофобский Бред сталинизма Меня это ужасает Это очередной вирус Против русского самосознания А к этому еще сейчас добавляется То что я с удивлением обнаружил Фиделизм Умер Фидель Кастро Ну можно как-то поскорбеть Да глава В течение многих десятилетий Глава кубинского государства Ну что для нас кубинское государство Что оно из себя представляет В сравнении с другими Небольшими государствами С нищим населением С весьма скромной экономикой С почти ничтожным Участием в политике Что для нас Фидель Кастро Для советской пропаганды Да понятно Вот Кастро и там Че Гевара Это были такие образы Которые специально Вбивались в головы Потому что проверить Насколько они героические Насколько они весомы Для мировой истории Было просто невозможно Пропаганда закрывала все Но не хватало героев современности В советской России В коммунистическом режиме Поэтому придумывали Каких-то отдаленных Вот Кубинская революция Какое-то продвижение Революционных идей В Латинскую Америку Примерно то же самое Потом пытались сделать Никарагуа То же самое пытались сделать Во Вьетнаме Но там как-то все не получалось А тут как образы Кубинской революции Сделались пропагандистским мифом Которые так забили Оказалось в голову Что эти мифы до сих пор Сидят в мозгах у людей Что такого существенного Для России и русских Сделали там Фидель и Че Да ничего особенного Я еще будучи молодым человеком Там еще состояв в комсомоле Пытался тоже как-то вот осмыслить Ну вот Кубинская революция Там фестиваль молодежи и студентов В Гаване Куба далека Куба рядом Там поют всякие песни Красота вроде бы такая Молодость мира Молодое социалистическое государство Мы пробиваем Разбиваем эти планы Мирового империализма И Куба как вот такой таран Который разрушает все эти планы Все это мифология Я пытался найти Что героического в Кубинской революции Ничего не нашел Ну вот ничего там нету Ну мелкие эпизоды какие-то боевые В общем-то сплошные неудачи Читал дневники Че Гевары Ну ничего там героического нет Ничего И там есть такая вот тайна То есть сначала это группа Типа вот чеченских бандитов Которые там прячутся в лесах В горах Потом вдруг раз Они на танках въезжают в Гавану И захватывают власть Что произошло-то Так вы расскажите Где Как это Тайна таких вот революций Ничего-ничего А потом вдруг сразу все И всемирная слава Вот таких Незгибаемых революционеров В чем там несгибаемость Где эта загадка Как она разгадывается Где сам героизм Какие героические поступки Подвиги В чем Ничего нет Ничего нет Кроме плакатных Вот этих Изображений Че Гевары И Фиделя Кастро Там Ну некоторых других Но нам-то Что вот Нам Живущим в России Русским В оккупированной стране Что нам этот Фидель Что мы Мы хотим По примеру Фиделя Готовый уже Где-то там Сесть на танки Штурмом взять Москву Да кто готов-то Да нет таких просто Может быть Из Чечни Чеченцы приедут И захватят власть в Кремле Это еще можно Как-то себе представить Но чтобы русские Где-то Сорганизовались В лесах Какие-то Боевые группы Создали И захватили власть в Москве Но это ни на что Не похоже На это сейчас Не готов Никто И никаких условий Даже близко К этому Приближающихся Нету И от кого Мы сейчас освободим От самих себя От своих глупостей Сначала надо освободиться Потом уже думать о том Чтобы освободить Власть от негодяев И воров Которые ее захватили Избавьтесь от фиделизма Сталинизма Может быть тогда Что-то такое произойдет Наконец от собственной глупости Надо избавляться От вранья повсеместного Вот министр культуры Профинансировал Специальный фильм 28 панфиловцев Чтобы скрыть Своё вранье Вранье состоит в том Что Архивисты опубликовали Данные о том Что не было Никаких 28 панфиловцев Было вранье Была ложь Корреспондента Красной Звезды Который не доехал До линии фронта Что-то ему там Рассказали Он записал Превратил это всё В литературный рассказ И опубликовал В Красной Звезде Период войны Ну что ж поделать Потом всех Наградили Звездами героев То есть все якобы погибли Потом Один за другим Оказывались Ой не погиб Этот не погиб А этот вообще У немцев оказался А этот не только У немцев оказался Но потом Когда его взяли Он сбежал И опять оказался У немцев второй раз Это из героев Панфиловцев В архивах Всё это есть И причём Коммунистическая власть Это знала Провела расследование Закрытое И решили Это не публиковать Не разоблачать Это враньё Давайте Сколько сил Было положено То чтобы раскрутить Этот бренд 28 панфиловцев Этот комсорг Или там Кто там Комсомолец Политрук Кулачков Который Грудью там встал Велика Россия Отступать некуда Позади Москва Его слова Которых не было И никто не слышал И всё это Вот в основу Мифологии кладётся Мединский Оборвал Грубо оборвал Архивистов Якобы вот они Не патриоты Всех там разогнал Кого-то там уволил А теперь для того Чтобы скрыть своё враньё Профинансировал Вот этот фильм Ну да В нас будет снова Возбуждаться этот патриотизм Но он ложен Потому что он О ложных героях Были герои Среди Панфиловской дивизии Конечно были Героическая дивизия Которая там Совершила массу подвигов Но нам вместо героев Подсовывают Вот выдуманных Коммунистической пропагандой Персонажей Которые не имеют Ничего общего Другие имена Другие обстоятельства Другой участок фронта Вообще На этом участке фронта Вообще ничего не происходило Где так называемые 28 панфиловцев Вот правда Правда Всё время вскрывается Научным подходом К действительности Которого у нас нет И сейчас Это академический скандал Когда Путин вдруг Академика Фортова Главу Академии наук Так поставил на место Что это у вас Чиновники Понимаете Академиками избираются Они вообще когда будут заниматься Государственной службой Когда они занимались Либо они наукой не занимались Либо государственной службой Не занимались Если они для вас Крупные ученые То тогда они не были Серьезными руководителями Они подлежат увольнению Ну такой пафос Прямо все обсуждать стали Как будто до этого Ничего подобного не было Как будто у нас Не вешают звания Должности И всякого рода награды Людям Которые их не заслужили Не имеют ничего общего Вообще с тем За что их наградили Там Рамзана Кадырова Наградили звездой героя России Он подвиги во славу России Какую-то совершил Нет Он совершил преступления Против России И прежде всего против русских А ему звезду героя Владимир Владимирович А кто ему звезду героя Повесил Не вы ли А то что Он еще и почетный академик Это кто ему там Назначил И как это давно было Как будто у нас Академиками не избирались Люди Которые вообще К науке никакого отношения не имеют Никакого не малейшего Одного из этих академиков Я случайно знаю Такой есть Савенков Вот Генерал-полковник Который готов был работать Где угодно Вот такой Ельцинист Путинист Он мог быть Заместителем Генерального прокурора Заместителем Министра юстиции Командовать Внутренними войсками Вот сейчас ему Раз пришлепнули Звание академика Кто он такой Я был у него однажды В кабинете И вот что там случилось Я ему предъявил Претензии За то что он Не знает Закона О порядке Работы с обращениями граждан Я сказал Я направил Вашему начальнику Меня не принял министр Но принял по его поручению Зам Тогда был этот Савенков С такой Театральной внешностью Человечек Я ему сказал На каком основании Вы дальше по инстанциям Отправляете документ Тому на кого я жалуюсь На каком основании Вы могли ознакомить его С этим документом Но принимать решение Должны вы Этот негодяй Вместо того Чтобы ответить На то что Мной было написано Он отправил Это Главе Росрегистрации Тогда Мы пытались Зарегистрировать партию Великая Россия А тот подал на меня В суд За то что я На честь и достоинство Его посягнул Я спрашиваю А как в суде Эта бумага появилась Она каким образом У вас в руках Господин Васильев появилась А что Мне дали Мне дали Эту бумагу Естественно Не он Ему же Ходить в суд Зачем Он направляет Свою подчиненную За государственный счет Ей оплачивают Этот день работы Который она проводит В суду Там такая дамочка Была субтильная И Там говорят Да Мы получили От своего руководства Я говорю На каком основании Получили Они мне копию присылают Я говорю А что это за квитанция Тут была приложена Сверху Какой-то бегунок Они взяли И Когда ксерокопировали Там бумажка Какая-то была Ну видимо там Разберись парень Или тебя придется уволить Или ты Поставишь Савельева на место Подавай в суд И так далее Я думаю Что именно это Вот этот негодяй Савельков Написал Я тогда назвал Главу Росрегистрации Циником Лжецом Регистрации Политических партий Они тогда Занимались При именюсте Вот эта структура Была Сейчас Как-то Несколько Отдельно Я сказал Савелькову Что же вы делаете Вы что же не знаете Что Запрещено Такие вещи делать Вы должны рассматривать Коль вам направлено Или направлять тому Кто по должности Должен Рассматривать Эти документы Почему вы направляете Тому на кого Жалуются И еще способствуете Тому Чтобы он в суд Подавал на меня За это А вы вообще понимаете Что есть там Статус Тогда я был депутатом Статус депутата Что Такие вещи Нельзя делать Да ему на все Было направлять Он так хихикал Все время Я говорю Почему вы не знаете Не знаете Законодательство Может быть вам Копию там оставить И он На меня так посмотрел Что Здесь вообще-то Специалисты Высшей квалификации Здесь законодательство Знают так как Никто другой Они не знают Ничего Это не академики Это просто проходимцы Просто проходимцы Которые Ну им нужно Вот у него Звание генерал-полковника Да Этого Этого ему мало Причем у него Армейское звание Генерал-полковника Которого он Не мог заслужить В принципе Потому что Служил в совершенно Других ведомствах Но ему надо еще Что-то такое Давайте мы ему Он наверняка Там и доктор Наук И все там Степенью Вы знаете Такие труды Такого великого Ученого Юриста Такого вот Который 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 Создал Выдающееся Произведение В юридической Науке Или основал Какую-то школу По фамилии Савинков Нет такого Нет такого Но ему нужно Еще и академическое Звание Этого мало То есть Регалии еще мало Кто ему Прилепляет Это звание Ну вот Теперь академик Фортов Трусливый Академик Который Которого Поставили Именно для этого А что Для развития науки Что ли Его Путин поставил И теперь Путин Прилюдно Его начинает Гнуть И предъявлять Ему претензии Что же этого Чиновников В академике А что Разве Такого не было Разве Не раздаются Направо И налево Все эти звания Все эти Должности Якобы При научных Институтах Или Людям Которые вообще Никакой Наукой Никогда не занимались И даже Формально Логически Не привыкли мыслить Это все Было сделано При Путине Вы думаете Что при Ельцине Все это Да это было Конечно Там был хаос А теперь Систематически Это все делается Наука убивается Систематически Роснано Это средство Уничтожения науки Сколково Это уничтожение науки Это средство Уничтожения Которое Использует Путин А теперь он Сначала дал Фортову Возможность Или чуть ли не поручил Застращал его Что чиновники Должны У нас Большинство В академии Должны Составлять чиновники А не ученые Чтобы чиновники Воспроизводили Сами себя И якобы управляли Наукой Чтобы наука не вертанула Куда-то в другое место Особенно сейчас Старые академики Очень критически относятся К тому Что делает Путин В стране В экономике В политике В культуре Где угодно Каких академиков Не возьми Старые плеяды Они очень критически относятся Правда так тихо Себе Где-то в кулачок Бормочет Что-то такое Давайте мы Разбавим Чиновниками Вот Фортов Этим и начал Заниматься По прямому поручению Путина А Путин Теперь ему претензию Наверное Не слишком интенсивно Занимается Поэтому Он сказал Позвать сюда Ляпкина-Тяпкина И Этому Ляпкину-Тяпкину Фортову Предъявляет претензии Вы чиновников Назначаете Не тех А кого тех-то Где у нас Уровень академической науки Все растоптано Все Все научные школы Разгромлены Усилиями Того же Путина Конечно Сейчас легко Предъявлять претензии Науки И обыватель Теперь скажет Ну они все там такие Никакой науки нет Все это имитация Все эти умники Которые ничего не знают Ничего не понимают Еще пытаются Там что-то там Руководству Что-то советовать А вообще они не нужны Ну я думаю Что именно так И думает Путин И вот все его окружение Не нужна наука Не нужна Если что Мы и за рубежом купим Если нам что-то там надо Из новых каких-то видов Товаров Мы купим за рубежом Даже элементную базу Для там своих Истребителей Будем покупать в Китае Ну там есть Производства У нас нет Но это же элементарно И не нужно содержать Вот эту всю Инфраструктуру Научных Учреждений Академия наук Тоже не нужна Зачем Там будут одни чиновники Будем имитировать науку Какой уровень науки В России По сравнению с мировой Да никакой Вот при Путине Все провалилось Уже в такую глубокую яму Откуда Как выбраться Честно сказать я и не знаю Ну пора закругляться Я может быть Несколько эмоционально Обсудил все вопросы Которых сейчас коснулся Но мы живем Конечно в ужасные времена Ужасные Прежде всего Нашими своими Собственными усилиями Одни сходят с ума Поверив Путину Просто поверив Как бы на слово На слово Чего ты что-то сказал Давайте поверю Они говорят Что в стране Все в порядке И все даже становится Лучше и лучше Верят Другие говорят Не нужно Чтоб Сталин из гроба встал Сейчас он встанет Вам из гроба А если бы даже и встал То он бы наверное Первых вас бы И расстрелял И повесил А почему нет Ну вы слишком Слишком себе Много позволяете Много кричите Кто-то сходит с ума Бежит за коммунистическим Красным флагом Это величие нашей страны Там Картина Плачущий большевик Плачущий ветеран И вот все У нас кроме 20 века Красного флага Серпаймолта Никогда ничего не было Сходит с ума В эту сторону Другие увлекаются Западничным Вот там демократия Там права человека Там уважение гражданину Его личности Там возможность Вести предпринимательство Там высокая культура А здесь ничего нет Ну правильно Надо придать Свою собственную страну И свалить за рубежник Здесь же ничего нет А родина там Где тепло Где вкуснее кормят Вот тогда туда Сходит с ума по-разному Фиделизм Коммунизм Сталинизм Либерализм Какие угодно Мировоззренческие извращения И полное Тотальное Просто тотальное Невежество Незнание России Посреди России Как писал Гоголь Ужасное невежество Оно просто убивает Нашу страну И я хочу сказать Русским людям Читайте книги Получайте Если вы не можете Ну реально Вы не можете Получить образование Ни в школе Ни в вузе Детей Учите сами По старым учебникам Сами образовывайтесь Рассказывайте О том Что на самом деле Представляет собой Россия Больше никто Это не сделает Учитесь сами Читайте книги Читайте книги Отбирайте их Слушайте Что вам рекомендуют И отбирайте Те книги Которые обязательны К прочтению А все необязательное Отбрасывайте Потому что вам Мусор вталкивают В голову И вы становитесь Просто выродками Уродами Которые не помнят Родства своего Иванами Не помнящими родства Поэтому вы становитесь Сторонниками Сталина А не потому Что Сталин был Действительно Чем-то Полезен для страны Он был большевиком Это Говорит о нем Все Это большевизм Хотите ужасов Для нашей страны Ну дальше мечтайте Про Сталина Не будет конечно Никакого Сталина Будет правление Олигархической бюрократии Как и раньше Как и в советские времена Как и при Сталине Будет то же самое Что и сейчас Будет грабить И уничтожать наш народ Надо становиться Русскими националистами Поистине русскими людьми В политике В культуре Во всех сферах Нашей жизни Если вы не националист То вы Ничего не делаете Для нашей страны Националист Не может быть Ни коммунистом Ни сталинистом Ни либералом Ни фиделистом Он просто националист Он сторонник Русских национальных интересов И значит он Антибольшевик Антикоммунизм Антилиберал Слава России Антибольшевик Антибольшевик Три